Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 26 сентября года 2019, четверг. Последний рабочий день для шоп-акордной услуги на этой неделе. И также в этом 5179 лунном еврейском году. Поэтому постараемся закрыть некоторые моменты. Ну и поговорим сегодня в основном, опять же, о том, что происходило на полях Генеральной Ассамблеи. Это важно. Поговорим о... В этом случае начнем с Венисуэллы, потому что мы давно эту тему не касались. А там есть развитие. Оно пришло вот на этой неделе. Просто не было возможности этого коснуться. Вот. Потом еще о Брекзите. Потому что вернулся Джонсон, собравшись вновь в парламент. Который собрался не смоля на его распуск. Который был признан незаконом. И там произошла дикая схватка уже. В общем, ситуация на самом деле со стороны уже выглядит как совсем некрасивая, тяжелая. И вообще непонятно, каким образом она будет разрешаться. И в конце, опять же, израильское развитие. Оно есть. Вроде бы опять начинаются переговоры между Гансом и Натаниягу. Непонятно, правда, каковы шансы этих переговоров. Но там есть разные параллельные развития вокруг этих переговоров тоже. Которые вам надо знать для того, чтобы быть готовым к тому, что может на следующей неделе произойти. Непосредственно после празднования Росшана, после празднования Нового года в понедельник и вторник. Вот примерно такой план на сегодня. Мы не будем сегодня говорить. То есть у меня в планах не было сегодня говорить о этом фарсе, который сегодня в Конгрессе происходит в комитетах, в заслушиваниях главы национальной разведки и всех этих вещей, связанных с whistleblower. Мы не будем этого сегодня касаться. Только если вы напишите мне и попросите меня это каким-то образом прокомментировать, то я тогда могу это сделать. Но, в принципе, я это уже сделал в понедельник и вторник. Мы этого касались. Вы знаете мою по этому поводу позицию. В архивах можно эту позицию найти. 347-46-00877. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает Нью-Йорк, Мамя, Филадельфия. Аппликация iHeart везде в нации. 347-46-00877. Также аппликация Руисей везде в нации. Все остальные. Саундклауд, Ютуб. Пожалуйста, заходите на Ютуб. Найдите меня. Подписывайтесь на этот канал. Потому что видео этих программ всех теперь будут выкладываться. Ну, в основном всех, конечно. По мере возможности. Но они там будут регулярно появляться новые видео. Приходите, подписывайтесь на Ютуб канал. Вот. Будьте политик найдите там просто и все. Или Кирилл Задов. Все, кто так меня смотрит, слушает с любой точки земного шара, пожалуйста, начните меня в Фейсбук и Твиттере. Задавайте ваши вопросы. Там, потому что это запись. Венесуэла сегодня будет у нас первым номером, как я и обещал. Некоторые вещи произошли, которые просто мы не успели никак осветить. Во-первых, на полях, опять же, Генеральной Ассамблеи, что немаловажно, прошло две встречи. Первая встреча так называемой Лима-группы. Туда входят страны развитые, которые поддерживают Гуайдо. Я сейчас буду общими такими крупными мазками это объяснять. Ну, рассказывать. Я уверен, что вы в курсе дела. Хотя бы примерно того, что происходит. Мы часто касались темы Венесуэллы. Поэтому мы должны просто вначале сказать, что есть Лима-группа, которая в первых странах, которые собрались, когда весь этот бардак начался с Гуайдо легитимный, Мадур нелегитимный. Вот. И они выработали, пытаются выработать механизм. Это утром в понедельник произошло, три дня назад. Как усиливать санкции против режима Мадура. Ну, не договорились до применения силы, конечно, пока. Да, ну и все время, помните, да, все время мы должны держать в голове, что, в принципе, все, что дальше будет происходить, о чем я вам буду рассказывать, оно, по большому счету, имеет прицел на легализацию применения силы против режима Мадура. По идее. Так, по крайней мере, это выглядит, на мой взгляд, и некоторых еще экспертов, с которыми я познакомился. С мнением которых я познакомился. Значит, смотрите, что происходит. Значит, группа, Лима-группа встретила вас с утра в понедельник. И на этой встрече они свои, коммитмент, да, не знаю, как по-русски перевести, на русский перевести слово коммитмент, ну, короче, свои обязательства, наверное, да, изолировать режим Мадура и усиливать давление против него, они обновили эти обязательства. Вот. И единственное, что, как бы, не прозвучало никакого призыва начать уже реально военную блокаду Миннесуэлы, но, как бы, все остановились в шаге от этого. После этого, чуть позже, была встреча организации, которая называется Rio Treaty, да, есть такое, есть такой договор, который был подписан в 1947 году, в 1947 году, и он, он называется, на самом деле, Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, в него входит 19 государств, и они там, они обещают, они должны сотрудничать между собой, грубо говоря, для того, чтобы противодействовать общим угрозам, которые существуют. Вот. И эти страны договорились, они приняли резолюцию, которая, фактически, еще больше возлагает санкции, это все в том, что в понедельник на поле Генеральной Ассамблеи происходило, да, которые еще большие санкции возлагают на режим Мадура, и все эти страны из 19 и 17 проголосовали за усиление этих санкций и на большую, сильнее, более сильную блокаду режима Мадура. То есть это, как бы, произошло, вот, и когда-то, там, значит, там есть несколько моментов, интересно, значит. Первый момент, что некоторые, две страны проголосовали против. Первый, Уругвай не захотел, как бы, этот такой достаточно размытый язык этой резолюции, который был принят в итоге в понедельник, без определенных добавлений принимать. Значит, Уругвай проголосовал просто против, а Тренинград и Табага, есть такая страна, да, островная, она воздержалась от голосования вообще, но, тем не менее, там нужно минимум 13 голосов для того, чтобы эта резолюция прошла, и эти 13 были, было реально 17 за. То есть американская адженда на этих переговорах, ну, не только американская адженда, также колумбийская, бразильская, на этот момент еще пока аргентинская. Кстати, это, кстати, наверняка скоро поменяется, потому что в Аргентине, скорее всего, Макри проиграет. Вот уже мы можем с большей вероятностью сказать, скорее всего, да, и придет Фернандес вместо него вместе с Киршнером в качестве вице-президента, и мы теряем союзника и теряем голос на подобных саммитах тоже. Вот, потому что левые придут. Значит, ребята все решили, что нужно усиливать давление и нужно противодействовать. Теперь они специально усилили те места в этом пакте, да, которые позволяют и говорят о применении не то что силы, но военфорсмент, да. То есть, как бы, теперь полиция, по крайней мере, полиция этих стран всех, которые входят в Рио-Трити, будет противодействовать тоже режиму Мадуро. Напрямую про армии пока это не сказано, но такая возможность сохраняется. О чем идет речь? Особенно эти государства, входящие на этом заседании, государства, входящие в это Рио-Трити, в это Рио-Договоренность, Рио-Пакт, они обратили внимание на то, что режим Мадуро является, как бы, спонсором торговли наркотиками очень большим. Вот, и так как огромное количество официальных лиц и Чавеса режима, то и режим Мадуро, как мы, Америка, продемонстрировали, сильно вовлечены в продажу кокаина. И непосредственно люди из режима Мадуро, а может быть и сам Мадуро, санкционировали продажи большого количества кокаина, который приходил туда от повстанцев колумбийских, понятно, да, и от боливийских производителей, потому что мы понимаем, что Венесуэла, она находится рядом, как бы, в регионе, который известен своим кокаиновым производством, вот. И там тонны кокаина, они дампали, прошу прощения за этот, американизм, они сбрасывали, короче, на американскую землю разными способами, вот, используя транзит Мексики, транзит Сальвадора, транзит Ямайки, кстати, тоже. Помните ямайскую тоже историю с дикими перестрелками, когда главу этого кокаинового картеля на Ямайке пытались схватить, вот, и когда Пол Кингстонов встал на его защиту в столице Ямайки. Там было интересно, ну, короче, кокаин шел вообще из Мексики, в больших количествах, и не только из Колумбии и Боливии. Значит, это сказано. И они, как бы, вот эта риторика борьбы с наркоторговлей, которую Венесуэла, не Венесуэла, а режим Мадуро тоже спонсирует и помогает ей, да, и часто предоставляет логистику определенную, что еще немаловажно. Вот страны, входящие в это Рио-Трити, они договорились этому противодействовать, и когда Уругвай попытался, а да, кстати, председатель стал, здесь же так сумбурно, ну, там много чего сказать, когда председатель стал на этой встрече на полях Генассамблеи, он, министр основных дел Колумбии. И он, риторика его была очень жесткая, но мы поняли, что Колумбия одна из самых главных страдающих от дикой в Венесуэле ситуации сейчас стран, потому как миллионы беженцев уже там, вот, и пытаются нелегально прорваться на колумбийскую территорию. Также мы же знаем, да, что наши уже вагоны, наши траки американские на колумбийской территории стоят с USAID и ждут, когда же можно будет это доставить в Венесуэлу, как только будет убран Мадуро, о чем мне даже, по-моему, Трамп на Генеральной Ассамблее упомянул, что мы как бы готовы уже оказать сердческую необходимую помощь, но пока мы не можем это сделать, потому что Мадуро не позволяет этому произойти, и, короче, несчастные люди Венесуэлы голодают и страдают нехваткой туалетной бумаги, грубо говоря, и медикаментов, и всех прочих прелестей современной цивилизации, только потому что вот такой Мадуро-диктатор мерзавец, он не позволяет этому произойти. Вот. Ну, это все в ситуации как бы двоевластия, с одной стороны, то есть политически существует ситуация двоевластия в Венесуэле, напоминаю, что происходит. Политически происходит ситуация двоевластия в Венесуэле, в военном отношении Мадуро, да, контролирует всю территорию, то есть Венесуэла с политической точки зрения фейл стоит, но с физической точки зрения еще не совсем. То есть, опять же, монополия на применение силы на военных, да, она под Мадуро, он контролирует военную ситуацию, Армия ему верна, и нет пока других вооруженных формирований, которые могли бы этой армией составить конкуренцию. То есть этого одного из важнейших признаков failed state мы пока не наблюдаем. Но мы наблюдаем ужасную экономическую ситуацию, двоевластие, как бы, да, в стране дикий политический кризис. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Венесуэл это failed state. С другой стороны, сложно сказать, что Венесуэл это failed state. Вот. И это оставляет, как обычно, для некоторых членов Совета Безопасности, не будем показывать пальцами, продолжать говорить о том, что Мадуро является легитимным президентом. Теоретически. Да, ну и не только это, и вообще, ну вообще, надо сказать, что те страны, которые я сейчас не хочу называть, особенно наша Родина, как бы, да, они говорят в основном, что, понимаете, суверенитет самое главное, никто не имеет права вмешиваться, и давление на суверенного и легитимного правителя неправильно. Но, с другой стороны, все понимают прекрасно, многие, и даже сам Министерство надел России, Сергей Викторович Лавров тоже, когда он говорил, почему, помните, на пресс-конференции, когда он из Фомпе, у него была пресс-конференция, когда он касался вопроса, коснулся Венесуэлы, вот, то его спросили, как так Россия поддерживает Мадуро, который плохой, короче, да, вы же поддерживаете плохих ребят, я грубо сейчас перефразирую этот вопрос. Он тогда сказал простую вещь, он сказал, что демократию нельзя силы принести извне. Вот что он сказал. Опять же, с этим это спорное утверждение, вот же можно, вот Ирак, в Ирак же принесли, опять же, прости господи. Вот. Не будет, не хочется вспоминать ситуацию, но, тем не менее, демократия в Ираке, да, работает. Может, это не та демократия, которую мы хотели увидеть, вот, но она есть. И выборы уже несколько раз проходили, и у вас менялась. То есть, теоретически можно демократию силы принести, просто какие последствия этого будут, это другой вопрос, тут я с Лавровым абсолютно согласен. Теперь демократию, это было возражение Лаврова, что демократию силы нельзя со стороны принести военной силой. Вот. Не то, что Мадуро легитимный, а Гуайдо нелегитимный, да, еще раз, это важно понимать. А именно потому, что демократию силы со стороны нельзя приносить. Теперь, означает ли это, что Лавров понимает глубоко, там, в глубине души, что Мадуро нелегитимен? Сложно сказать, но такая возможность потом такое сказать остается. Значит, почему Мадуро нелегитимен? Потому что он переписал конституцию, собрал учредительное собрание, которое никем до этого не признавалось, де-факто попытался лишить Национальную ассамблею, то есть Парадон Фенесуэл всех полномочий, да, и избрал себя президентом в условиях бойкота и реальной альтернативы. Вот. И далеко не все голосовали, поэтому эти выборы нелегитимны, по признанию многих стран, которые входят, кстати, в это Рио-Трите и в Лима-Группу, и всех стран, которые входят в Лима-Группу, поэтому Мадуро является нелегитимным президентом. И в этой ситуации Национальная ассамблея, я просто напоминаю Парау, и как бы аспект всего того, что происходило. Национальная ассамблея, то есть Парадон Фенесуэл объявил Хуана Гуайдо легитимным президентом, и этот момент, что Хуан Гуайдо легитимен, он как бы почти в точности, да, почти в точности, если с правой точки зрения схематично рассмотреть ситуацию, напоминает украинскую ситуацию 2014 года. И Россия немножко слукавила, да, там Россия в Украине, когда все это произошло, или на Украине, когда в 2014 году переворот произошел, с точки зрения России, опять же, российского, наверное, всего, когда произошла революция, переворот, Майдан, неважно, когда свергли Януковича, и он бежал оттуда, Россия сказала, что вот это, что бы там сейчас ни происходило, Турчинов, короче, этот временный президент, он нелегитимен, а единственным легитимным органом Украины в этот момент является Верховная Рада. О! Соответственно, если мы экстраполируем эту ситуацию на Венесуэлу, в тот момент, когда Мадуро оказался нелегитимным президентом, то единственным легитимным органом оставалась Национальная ассамблея, которая избрала своим председателем, президентом страны Гуайдо, временным, да, президентом, до общих новых нелегитимных национальных выборов. И, по идее, Россия, да, если бы она была последовательна, она бы должна была бы, по идее, этот нератив принять. Но Мадуро союзник, вот, Гуайдо, в принципе, уже давным-давно все пассажии необходимые России сделал, и сказал, что, ребят, ваши все вложения в безопасность при мне, не волнуйтесь. Мадуро вчера, простите, позавчера был в Москве, пытался заручиться поддержкой, да что он там договорился, сложно сказать, не знаю. Но, к сожалению, не хватило у меня времени посмотреть отчеты о встречах Мадуро там в Кремле. Вот, ну, я не думаю, что реально Мадуро бы смог от Кремля добиться какой-то осязаемой военной помощи в сегодняшней ситуации. Я не думаю, что это входит сегодня в кремлевские интересы. Но, опять же, всякое возможно, особенно если переговорный, как бы, процесс между США и Россией не пойдет в том направлении, в котором он должен уже, наконец-то, когда-нибудь пойти. Вот. То есть, опять же, если торговля по самым главным для Кремля сегодня вопросам Соединенных Штатов Америки, в частности, по Украине, да, не даст результатов правильных, и в сирийском направлении тоже не будет нормальной кооперации между США и Россией, и в ракетах средней и малой дальности, и не начнется подготовка к договору стратегическому, да, к перепродливанию старта, к новому, к новому старту, к новому, короче, ОСВ-3, там, 4 уже, как хотите, в ограничении стратегических наступательных вооружений. Если, короче, все эти процессы не начнут разрешаться потихонечку, да, должны, то тогда я не вижу, как бы, здесь причины, почему бы России не поддержать Гуайдо, простите, Мадуро военной силой. Но это авантюра, я вам об этом говорил, потому что расстояние огромное, и, по большому счету, этот регион не входит в сферу непосредственно главных стратегических интересов России сегодня, по крайней мере. Вот, это я все время подчеркиваю, что понятно, что есть, как бы, ближние рубежи, есть Сирия, да, есть Ближний Восток, есть Европа, но Латинская Америка, это все-таки немного далековато, на мой взгляд, и логистики не хватает. Знаете, флота с такими возможностями, авианосцы нужны, чтобы подобную политику внешнюю проводить, на мой взгляд, и базы примерно где-то там, вот, и немало их должно быть, но это, опять же, мое личное субъективное мнение, мне кажется, что в стратегические интересы России вынесло по большому счету никак не входит. Окей, я это сказал. Теперь, значит, следующий момент, возвращаясь к этому, Рио-Трити, да, Уругвай, и Уругвай попытался, я так понимаю, что Уругвай попытался внести поправку в это новое подписание, в новую вот эту резолюцию, которую они там на полях, где на ассамблее в понедельник приняли, чтобы исключить использование военной силы. И вот против, это самый главный твист, против этой резолюции категорически возразила, против этой поправки в текст категорически возразили Соединенные Штаты. Нет, сказали мы в виде, я так понимаю, Помпео, это невозможно, вот, никаких дополнительных. Он в том виде, в котором эта резолюция сегодня есть, она уже достаточно, как бы, недостаточно зубастая и так. Не надо ее, как бы, ослаблять. О, и это означает, что теоретически мы не исключаем возможности того, что мы можем там применить силу. Но главное не в этом. Мы-то вряд ли, мы уже поняли желание нашего президента применять силу, мы уже наблюдали. Если я прав, то, как бы, и что он вообще, в принципе, не готов применять военную силу нашу, там, где это даже надо делать, то мы даже после Генеральной Ассамблеи ее завершения не увидим никакого военного ответа на саудовскую атаку. Я могу быть не прав здесь сейчас, поэтому это сейчас в моих глазах, как бы, 50 на 50. Мы увидим это на следующей неделе, что произойдет, да. Как говорит наш президент, we'll see what happens. Да, мы посмотрим, что произойдет. Теперь, относительно, относительно военной силы против Венесуэлы, мы не будем ее, скорее всего, применять, потому что, если бы мы хотели и уже разработали план, мы бы уже это сделали. Но такая возможность появляется у тех стран, в соответствии с этим Рио-Трити, вот с этим договором 47-го года, такая возможность применить военную силу, теперь появляется правовая у тех стран, которые в это соглашение входят, и которые резолюцию приняли. И сам текст резолюции применения военной силы против режима Мадуро на почве, например, борьбы с наркотрафиком, например, да, не исключают. И это интересные правовые последствия того, что в понедельник происходило на полях Генеральной Ассамблеи. Одновременно в Национальной Ассамблее Венесуэлы произошли некоторые моменты. Какие? Первое и самое главное, те 40, по-моему, депутатов Национальной Ассамблеи, которые представляли Мадуро, да, который его поддержка, его база в парламенте, они прекратили бойкот Национальной Ассамблеи, которую они объявили сразу же Национальной Ассамблеей парламенту, после того, как Гуайдо стал, после того, как Национальная Ассамблея избрала Гуайдо президентом, и объявила Мадуро нелегитимным. Они прекратили этот бойкот по приказу Мадуро и вернулись с криками «Мадуро, президенте!». Короче, маршировали сегодня, простите, не сегодня, вчера, маршировали в здание Национальной Ассамблеи и устроили там, как бы на этом заседании там кричали, что Мадуро президент, прекратите висит бардак, и предлагали диалог. Диалог попытки, помните, да? Диалог проходил на Барбадосе между оппозицией Мадуро и с этого диалога диалог развалился. Причем оппозиция говорит, то есть Гуайдо говорит, что мои люди из-за слова не вставали, встали люди Мадуро и ушли, потому что Мадуро в итоге испугался. Идти на те условия с гарантией неприкосновенности, гарантией как бы амнистии всех тех, кто его поддерживал, короче, отсутствия всяческих расследований. Мадуро испугался и не пошел на это, поэтому отозвал своих переговорщиков. Это называется главной причиной, почему переговоры, которые Болтон, кстати, курировал, провалились. Теперь, чего Мадуро испугался? Я вам расскажу, чего Мадуро испугался. В Колумбии, например, да, тоже они там периодически между собой, еще до заключения этого мирного договора, который сейчас на грани разваливания, да, этот мирный договор, который предыдущий президент подписал, и за что он получил Нобелевскую премию, с Фарком, я имею в виду, мирный договор, там тоже периодически возникали в Колумбии между наркотрафикантами, да, то есть между, допустим, Пабло Эскобаром и правительством, президентом, определенные джентльменские соглашения, потому как все, да, Калий или Эскобар, да, или Медельинские картели, они как бы все боялись только одной вещи, потому что все, что касается правительства Венесуэлы и полиции, и почти всю армию они могли купить, ну, полицию 100%, то есть коррупция была на высоком уровне, потому что они получали такие тонны, тонны в прямом смысле 100-долларовых купюр, что им приходилось их зарывать, вы все это знаете, я думаю, вы все смотрели наркозы, это правда, это такая история, это не подделка, вот, и, короче, они договаривались периодически для того, чтобы прекратить стрельбы всяческие и военное противостояние между наркокартелями и государством, да, чтобы Колумбия перестала быть фейлстейт, опять же, да, они пытались это прекратить, но Америка периодически срывала эти договоренности тем, что настаивала на экстрадиции, вот, и грозило в случае отсутствия таких экстрадиций, этих драг трафикантов, грозило санкциями, грозило прекращением сотрудничества, и давило очень сильно, и из-за этого давления, часто все эти попытки найти приемлемые модели компромисса между теми, кто продает наркотики и главами, и руководством Колумбии, они проваливались, этого примерно то же самое боится Мадуро, он боится, о чем бы он сейчас не договорился, какие бы гарантии ему не дали представители Гуайдо, теоретически американцы могут поменять свое мнение в любой момент, мы знаем, что к нашему слову отношение такое достаточно стремное, мы как волки иногда даем слово и хотим, даем слово, хотим, забираем, вот, у нас же такое часто было, вот, и он не очень доверяет нам пока, вот, и я не уверен, что это доверие к нам возрастет, поэтому эти переговоры он прервал. Короче, это движение того, что Мадуро приказал идти разговаривать в парламент своим соратникам своим, которые являются членами Венесуэрского парламента, национальной ассамблеи, на нас, на Америку, и на страны, лима группы этой, да, которые поддерживают Гуайдо и не поддерживают Мадуро, никакого впечатления не произвели. Короче, давление возрастает, правовая база для, теоретически, для вторжения Венесуэлу со стороны соседних государств, этими государствами, возрастает, и, в принципе, теоретически мы можем ожидать, что какое-то обозримым будущем, какая-то реальная акция произойдет, или Мадуро сам уйдет, или, ну, короче, давление возрастает. Непонятно, принесет ли это определенные плоды, и удастся ли избежать большого кровопроводителя или нет, но, тем не менее, вот это то, что вы должны знать, на мой взгляд. Окей, рассказал об этом, теперь вот, что я хочу вам сказать относительно Брэкзита. Сегодня Борис Джонсон собрал заседание, выступил с жестким очень, это, наверное, самая жесткая речь за все время, что он премьер-министр, он там сильно кричал, депутаты парламента, палаты, в общем, там сильно, члены палаты, в общем, там очень сильно друг на друга кричали. В общем, даже по экспертам, я вам сказал, что заседание в британском парламенте, я думаю, вы видели хронику, как это со стороны выглядит, это очень жестковато, на самом деле. Вот, даже по израильским меркам это жестко. В общем, я хочу вам сказать, что старожилы, как бы, британского парламента говорят, что подобного заседания они не видели уже много-много-много лет. Как только Джонсон не называл парламентариев, и трусами, как бы, ковард, что только он не говорил, что вы боитесь, как бы, и стратегия Бориса Джонсона вырисовывается сейчас такова по Брэкзиту, да, я постараюсь вкратце это вам объяснить. Значит, его стратегия сейчас по Брэкзиту такая стратегия. Значит, он пытается вызвать, как понятно, досрочные выборы. Почему? Смотрите, британский парламент уже принял закон, обязывающий Джонсона попросить у Евросоюза продление, изменение сроков, да, то есть 31 октября, получить не 31 октября, там и продлить сроки Брэкзита. И британский парламент запрещает Джонсону выводить Великобританию без сделки из Евросоюза. Джонсон категорически отказывается лететь в Евросоюз и в Брюссель и просить о продлении. Я, кстати, до сих пор не совсем могу понять, как это так. В парламентском государстве, да, где есть премьер-министр, есть парламент, который премьер-министр избирал, да, в принципе, да, исходя из того, что его партия имела большинство, дает какое-то указание премьер-министру, который фактически является их имплоией, их сотрудником. А он отказывается это делать. Как это возможно? Мне вот этот аспект политического кризиса в Великобритании непонятно, как его разруливать. Потому как я пока не слышал ни одного внятного мнения относительно того, как этот Джонсон может не исполнить решение парламента о том, что Великобритания обязана просить о продлении. Как он может говорить, что нет, я отказываюсь это делать и при этом в отставку не подавать. Теперь, что говорит Джонсон в такой ситуации? Он говорит, так, ребята, ну, понятно, я вам уже рассказывал, что он категорически против этого закона, запрещающего выход в Брекзит без сделки, потому что это ослабляет его позиции, да, это ослабляет позиции Джонсона на переговорах в Брюсселе. Они и так понимают, что без сделки он не выйдет, поэтому хватит нас пугать. Такой блеф, его как бы, его блеф как бы ослабевает, их блеф усиливается. Теоретически, может ли при таком соглашении, может ли парламент напрямую обратиться к Брюсселю, или, например, может ли из-за этого парламент просто сместить Джонсон на свои позиции, я, к сожалению, не понимаю так глубоко британскую политическую систему, чтобы дать тут комментарий. Теоретически, по идее, да, требуются новые выборы в такой ситуации импас, да, сам он в отставку не подает. Кстати, Корбин, после того, как Джонсон выступал, вышел и сказал, это было 10 минут тут конкретного позора, вот, наш премьер-министр под 10 минут позорился, короче, теперь мы хотели бы, чтобы он подал в отставку. Ну, короче, это происходит постоянно, Джонсон все время, Корбин все время атакует Джонсона очень сильно, но если мы думаем, что у Корбина больше шансов занять это кресло, чем даже если Джонсон сейчас подаст в отставку без выборов, все равно не может произойти. То есть все равно выборы нужны. Корбин, как я вам говорил раньше, готов согласиться на эти выборы только в том случае, лидер либористов, если у Джонсона будут конкретные, точные гарантии, что Великобритания без сделки из Евросоюза 31 октября не выйдет. Только после этого оппозиция Джонсону согласна проголосовать за досрочные выборы. И видя этот МПС, да, видя этот, как бы, камень на пути, Джонсон призвал сегодня парламентариев, я такого, кстати, никогда не видел еще, призвал сегодня парламентариев проголосовать за вот умнедоверие ему. Вот. И в этой ситуации, как бы, у него вин-вин получается. Значит, если он, если они голосуют за вот умнедоверие, сейчас в парламенте британском, то тогда новые выборы автоматически должны быть назначены. Опа. А если они не голосуют за вот умнедоверие и продолжают ему доверять де-факто, то он тогда начинает их опять поливать обильно грязью на глазах у всего мира. Это достаточно постыдная ситуация. То есть он опять, как бы, получается, на белом коне и в белом жабо они все в фекалиях. Понимаете? И это долго же происходит, это же прямые трансляции этого идут, на весь мир причем. Поэтому это не очень приемлемая для них ситуация. В общем, он играет неплохо, на мой взгляд. Может ли его тактика одержать здесь победу, я пока не знаю. Опять же, мне не совсем понятно, как это возможно, не исполнять решение парламента о том, чтобы просить Брюссель о продлении сроков Brexit. Вот это мне не совсем понятно. Если мне удастся от кого-то внятный ответ на это получить, то я тогда обязательно вас с ним познакомлю. Или, может быть, вы мне можете об этом написать. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая, 26 сентября 2019-го. Четверг. С вами Кирилл Задов. Говорим о том новом, что произошло сегодня на израильской политической сцене. Это важно, потому как достаточно долго ваш покорный слуга не будет выходить. Достаточно долго я не буду выходить в эфир. В понедельник и вторник программа не выйдет по случаю празднования еврейского Нового года. Я не имею права просто. Поэтому это интересная динамика. Эти два дня и в Израиле все будет в плане политической активности полностью прекращено. Интересно, с каким настроем стороны в этих новых коалиционных переговорах, которые завтра официально начнутся. Непонятно, какой смысл завтра их начинать, когда завтра практически будет у них первый и последний день на долгое время. Наверное, имело бы смысл начать эти переговоры после Нового года рождения, но этого не произойдет. Короче, в итоге стороны приняли вариант. Короче, долго они мучились. Там, вы понимаете, главная же проблема была в чем? Главная проблема была в том, что ГАНС, ну, во-первых, не понятно, кто будет первым премьер-министром в этой ротации, даже если на ротацию стороны согласны. Это один вопрос, который тоже требует решения, освещения точно. Все так запутано в моих источниках. Сначала говорят одно, потом говорят другое, то ГАНС говорит одно, то Натаниаг говорит другое, то наоборот. Понимаете, ну, такая казуистика немножко, но сейчас не в этом суть. Суть в том, что главная проблема пока на сегодняшний день, которая сохраняется проблемой, что ГАНС говорит, я готов с Ликудом разговаривать, но я не готов разговаривать с 55 мандатами в блоке, которые входят и ЕМИНА, и религиозные партии. Я готов переговоры с Ликудом вести. Я готов вести переговоры с Натаниагу лидером Ликуда, но я не готов вести переговоры с Натани Ягу лидером блока в 55 депутатов. Это я не готов делать. Я готов вести переговоры о создании правительства национального единства между Натани Ягу, мной и, может быть, Либерманом, но я не готов входить в переговорную схему я не готов входить в переговорную схему между мной присоединяться Я не готов присоединяться к правительству, которое уже состоит как бы, то есть к парламентскому блоку, который уже состоит из правой, как бы, правых, всей правой коалиции плюс религиозной партии. Это я не готов делать. Вот. Этот вопрос, требующий решения, требующий разговора еще отдельного, это сложный момент. Пока непонятно в итоге на что согласится ГАНС. Но главное, что стороны объявили сегодня, они объявили, что они готовы, они объявили о том, что они готовы, по крайней мере, принять за базу компромисс, который им Руэн Ривлин предлагал. Руэн Ривлин предлагал им компромисс такого рода. Он говорил, что, ребята, значит так, премьерамистом становится Натани Ягу, и в первом месте премьером становится Бенни ГАНС. И в тот момент, если Натани Ягу будет индать, если просто с него будут выданы обвинения в суде все-таки, это решится после предварительных слушаний на эту среду назначенных, и какое еще время после этого, когда Вихай Модельбис примет решение, передавать дела в суд или не передавать, но их там три, и вероятность того, как мы понимаем, что подобный, хотя бы одно из них будет передано в суд, она высока. Значит, в тот момент, если только обвинение просто Натани Ягу выдвигается, тогда Натани Ягу себя как бы саспенд, не подает в отставку, но подвешивает. И первый вице-премьер Бенни ГАНС становится на это время премьером-министром тоже, да? То есть пока Натани Ягу пытается себя, короче, обелить своими, защитить свою честь, в этот момент Бенни ГАНС становится премьером-министром. И потом, если все в порядке, Натани Ягу возвращается в позицию, и это время зачитывается Бенни ГАНСу в ту ротацию, которую он, по идее, должен был бы, если... То есть в ту ротацию, которую он бы взял. Еще раз. То есть, по идее, они должны два года Натани Ягу, два года Бенни ГАНС. Но если Бенни ГАНС на какое-то время, пока там Натани Ягу в суде отвечает на вопросы, становится премьером-министром, то потом это время, что он был премьером-министром, вычтется из тех двух лет, как я понял, из того, что я прочитал, которые в следующей его ротации будут. То есть первый Натани Ягу, но это первый Натани Ягу может опять замениться Бенни Гансом в очень короткой перспективе, но ненадолго или надолго в зависимости от того, что дальше с Натани Ягу произойдет. Если Натани Ягу будет в итоге осужден, не дай бог, то тогда кто-то из Ликуда его в этой ротации поменяет. В общем, это примерные такие крупные мазки этого компромисса, который был в принципе за базу принят для переговоров. При этом обе стороны, и Ликуд, и Кахоль-Лаван, они оценивают шансы на прогресс в этих переговорах, как очень низкие. И Бенни Ганс уже тоже сказал, что третьи выборы, они очень сильно восстали, вероятность третьих выборов очень повысилась. Вот, то есть все с этим согласны, что по идее дает Натани Ягу, как временному премьер-министру, очень-очень много времени спокойно существовать. Опять же, спокойно относительно, учитывая, что в среду у него там слушание, который, кстати, Натани Ягу попросил Авихайя Мендельблита провести в режиме лайф. То есть они будут показываться по центральному, ну, либо в интернете, либо они будут показываться по телевидению. Я еще не знаю, что на это ответил Авихайя Мендельблит, но подобная инициатива с Натани Ягу прозвучала. Чтобы все эти предварительные слушания по обвинениям, которые ему выдвигают, они проходили лайф. Это, значит, следующий момент. Также интересная динамика происходит вокруг всего этого. Значит, в тот момент, когда Бенни Ганс сказал, что он, в принципе, готов с Ликудом разговаривать, да, и Натани Ягу обвинил Ганса, попутно все это происходит, чтобы вы понимали. Натани Ягу обвинил Ганса в том, что он пытается, короче, расколоть Ликуд, потому что Ганс уже много раз говорил, что он готов либо с Ликудом без Натани Ягу говорить, короче, либо с другими правами партиями готов говорить. Короче, он пытается и правый блок расколоть, и Ликуд расколоть. Значит, в этот момент, когда информация в этом пришла, Натани Ягу находился, выступая перед, как бы, руководством Ликуда и перед активистами Ликуда, огромное количество людей. Вот, и когда эта информация о том, что Ганс говорит и пытается, Натани Ягу спросил, Ганс говорит, что он готов расколоть Ликуд. Что мы на это ему ответим? И он микрофон так взял. Они начали скандировать хором Биби Мелех Исраэль, Биби Мелех Исраэль, это лайв все происходило. Он повернулся, типа, к камере, говорит, Ганс, ты слышишь, что тебе говорит Ликуд? Вот. То есть такая достаточно интересная штука происходит. Немножечко на публику, немножко такая, израильская такая штука. В общем, Биби Мелех Исраэль, это кто не понимает, да, что Биби царь Израэля. Короче, Натани Ягу царь Израэля, они скандируют хором. Вот, то есть Ликуд расколоть вряд ли у него получится. Этим самым Натани Ягу Гансу сообщает таким образом. Вот. При этом интересная динамика также. Да, есть в самом Кахоль Лаван, Лапид, как вообще белая ворона среди тех, кто там еще находится. То есть понятно, что, допустим, Габи Ашкенази по своим убеждениям левее, чем Моша Ялон. Но, в принципе, нельзя сказать, что и Ашкенази прям такой уж левый, Ялон совсем не левый. И Биби Мелех Исраэль вообще ни разу не показал, что он каким-то образом на левую сторону склоняется. Вот. Но Лапид явно же на центр-лефт. Лидер, бывший лидер партии Ешатид. Вот. И понятно, как бы, он совсем, он категорически против сидеть с религиозными в правительстве. У него там много есть. Но. И он все это говорил. И вот он как раз и выступал одним из главных в этой Кахоль Лаван-четверке против вот этого союза с Натани Ягу. Ну, у него есть, опять же, свой опыт сидеть с Натани Ягу в одном правительстве. Он был в правительстве девятого года у Натани Ягу министром финансов. Вот. И тяжело оттуда вышел. В общем, отношения не сложились у них с Биби. Ну, Биби там пытался его подставить, опять же. То есть происходили некоторые моменты, которые, ясно совершенно, в коалиции как бы в Биби непросто находиться. В общем, короче, Яр Лапид является одним из тех, кто пытается союза этого не допустить. По крайней мере, то есть, да, можно ожидать, что после того, как Кахоль Лаван, если вдруг такой союз будет подписан, Лапид из Кахоль Лаван может выйти. И все уже говорили давно, что между Гансом и Лапидом, Яолоном и Лапидом, есть определенные такие напряжения по некоторым линиям, которые теоретически могут привести к расходу. К расходу этой коалиции Кахоль Лаван, да, то есть к известной басне Крывова, Лебедь, Рак и Щука, понимаете? Теперь следующий момент. Одновременно, значит, Афтоли Беннетт очень стал критиковать Лапидов. Лидер партии Емина, да, один из партнеров Айла Шакет по этой партии, да, там две ситуации произошли, я обе сейчас пытаюсь вам пересказать. Значит, первое, Беннетт очень в публичном пространстве критикует сейчас Лапида, а, кстати, именно то, что Беннетт и Лапид пошли на компромисс, да, то есть, точнее так, Беннетт когда-то в девятом или десятом году договорился, я сейчас не помню, чтобы Лапидт вошел в коалицию, потому что у Беннетта с Лапидом было определенное взаимопонимание по некоторым экономическим вопросам, по антимонопольной политике, по призыву Харидин в армию, вот, и они достаточно хорошие отношения рабочие имели, но потом, видите, это потихонечку все дегенерировало в итоге, и сегодня у них, я так понимаю, в политическом спектре отношения не очень приличные, вот, и сегодня Беннетт критиковал очень сильно Лапидов в публичном пространстве за то, что он вот так вот выступает против Союза Бенни-Ганса или Куда, раз, да, и второе развитие, которое вы должны знать, оно обусловливалось тем, что, оно, короче, выразилось в том, что Айалет Шакер вдруг заявил, а лидер партии Еминов вдруг заявила, что она готова, что партия Еминов, в принципе, не исключает диалога с любой другой партией, не обязательно с Ликудом они идут, как бы, на эту, кроме, то есть, партия Еминов не считает, сказал Айалет Шакер, что она обязана, партия Еминов, только с Ликудом идти в коалицию, и это интересное заявление, мне интересна позиция здесь и Навтоле Беннет и других членов партии Емина, и вообще, для какой цели это заявление было сделано, не является ли подобное заявление в данном случае сейчас ошибкой раскалывающей блок 55, который сегодня у Биби уже есть. В общем, такая, друзья, моя ситуация, так все это выглядит со стороны, все, опять же, подвешено, но сам факт того, что с пятницы переговоры завершнего дня начинаются, это интересно, может быть, это принесет какие-то положительные плоды, и мы увидим правительство уже в ближайшее время в Израиле. Друзья, большое спасибо, что были со мной, я поздравляю с наступающим 5 180 годом, желаю вам, чтобы вы были записаны и подписаны для благополучной жизни и мира на будущий год, чтобы год у нас был сладкий и хороший. Спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Затов, вы слушали Бутик Политик. До встречи в среду. Субтитры создавал DimaTorzok